На курорте управление Федеральной миграционной службы появилось относительно недавно, в октябре 2007-го. Но за это время его работникам пришлось пройти сложный экзамен. В период подготовки и проведения игр на их долю выпал большой объем работы, связанной с миграционными процессами. Все трудности госслужащие преодолели ответственно и оперативно. Мы ценим ту работу, которую сделала служба ФМС в городе Сочи. Потому что город Сочи – это особый город, это тот представитель России, куда приезжают иностранцы, куда приезжают наши гости из стран ближнего зарубежья. И вообще, эта служба очень почетная, потому что каждый из нас, когда становится на путь совершеннолетия, получает первый документ в своей жизни – это паспорт. И выручают его сотрудники ФМС. И сейчас работы в миграционной службе не убавилось. Уже с начала года сотрудники ФМС выдали более трех тысяч загранпаспортов и предоставили населению более полутора тысяч услуг в электронном виде. Составили около четырех тысяч протоколов об административных правонарушениях и взыскали штрафов почти на семь с половиной миллионов рублей. Даже в канун праздника они продолжают нести службу. В Сочи вопросы государственного значения решают 154 работника ФМС. И в адрес каждого сегодня были сказаны теплые слова от представителей городского собрания Сочи и мэрии. А особо отличившихся отметили благодарственными письмами. Свой творческий подарок преподнесли и солисты сочинской филармонии. От всей души хочу в этот праздник поздравить всех своих сослуживцев, всех своих подчиненных сотрудников. Хочу поздравить от лица нашего отдела, соответственно, ФМС по Краснодарскому краю, ну и в целом ФМС. Дай Бог ей здоровья, чтобы она процветала и не теряла свою актуальность в целом и свою статусность. Уже в ближайшее время в Центральном районе Сочи Управление Федеральной Миграционной Службы будет предоставлять еще одну услугу. На улице Рос будут вести прием документов у юридических и физических лиц на оформление трудовых патентов. Начать работу отдел планирует уже через пару недель. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.